Здравствуйте, а с ломбей ногой, об этом предпринимателе из Адыгеи мы делали несколько лет назад репортаж. Человек в Краснодарском крае решил заняться виноделием. В результате не бизнеса, реальный срок, то есть уголовное дело было, сейчас вот ему дали 3 года, Тимрюкский суд, его чуть не убили, там была перестрелка, как в 90-х годах, да, с его слов там участвовали представители власти, ДПСники. Была перестрелка, была перестрелка и были пострадавшие, и один из сотрудников ДПС открыл стрельбу, и в меня попали 3 пули, как я потом уже увидел. Ну, хорошо, что я в свое время приобрел хороший бронежилет, 6 класс защиты, достаточно серьезный, и пули попали в бронежилет. И Асламбей ногой решил открыть бизнес в Краснодарском крае. Решил там вот открыть винодельню юбилейное, все хорошо шло, вино продавалось, обороты были хорошие, но вот ошибку он сделал одну, взял деньги в банке Кубань Кредит. Возглавляет его, ну, главный акционер, это Бударин Виктор Константинович, человек уважаемый в Краснодарском крае, ему сам губернатор руку жмет. В общем, как бы непростой человек. Кредит он взял под залог имущества. Имущество банком было оценено 850 миллионов, но реальная сумма этого имущества всего, она там несколько миллиардов была. И вот есть у нас такое ощущение, что была у банка Кубань Кредит, вот цель забрать все это имущество, которое на несколько миллиардов было в залоге, которые, ну, то есть, дали немножечко денежек, да, залог оценили по минимальной сумме, а потом сделали так, подвели, что деньги вовремя не отдали, разорвали договор, попросили всю сумму сразу, не отдаете всю сумму сразу, мы забираем у вас все, вот что у вас есть. Поняв, что сейчас банк может забрать все, ну, Асламбий ногой подал на банкротство, чтобы хоть что-то спасти, но следственные органы тоже просто так не сидели, нашли там какую-то сделку, по их мнению сомнительную, и завели по 196-е преднамеренное банкротство. Уникальность этого уголовного дела будет в том, что все кредиторы свои деньги получат, но уголовное дело все равно останется. А президент Владимир Владимирович Путин сколько раз говорил, если ущерб возмещен, не нужно лишать свободы предпринимателей. Я считаю, я поддерживаю, в принципе, такое решение уже принято. Нужно избавить людей от угрозы уголовного преследования за экономические преступления, тем более, если возмещен ущерб. И на самом деле банк бы это имущество забрал бы. Все. Но активами винодельня юбилейная заинтересовался и приобрел Борис Тютов. А Борис Тютов это Абрау Дюрцов, группа компаний такая есть. Борис Тютов это все-таки уполномоченный по делам предпринимателей при президенте Российской Федерации. Он покупает все это юбилейное. И, конечно, у Бударина. У него размер-то большой в Краснодарском крае, но у Тютова у него размер все-таки побольше. В общем, банк Кубань Кредит решил отойти в сторону, получить, что там причитается по договору. И как бы без претензий на все имущество, которое вот осталось. Ну, потому что досталось оно все Тютову. Какие уж тут претензии? Извините. Есть у нас такое предположение, что так они расстроились, что это дело уголовное. Ведь хотели же, возможно, все забрать. А тут какие-то просто им какие-то пару миллионов. Заработали что-то, не какие-то миллионы, что столько потрачено сил, столько надежд. И тут раз прям из-под носа уходит столько имущества. Ну, конечно, люди могли расстроиться и уголовку довести до конца. Ну, довели. Вот сейчас приговор. И даже несмотря на то, что человек сейчас лечится за границей, у него стационар, у него серьезный диагноз. И просили отложить, чтобы человек вылечился и мог присутствовать. Но судья Тимрюкского суда не пошел на встречу. И в результате три года лишения свободы, 100 тысяч штраф, будет апелляция. Объявили в розыск, потому что он сейчас за границей находится. Будет апелляция, мы на ней будем присутствовать. И все-таки посмотрим, до какого маразма все-таки все дойдет. Это какой-то здравый смысл возобладает. Или вот все так и дальше будет продолжаться. Мы уже ничему не удивляемся. Просто надеемся, что суд апелляционный, он как бы взвесит все за и против. И по закону примет решение. Потому что, еще раз говорю, нет пострадавших по этому уголовному делу. Все свое получили. А то, что кто-то хотел побольше получить, ну, это знаете, мало ли кто-то что хотел. Поэтому мы будем следить за ситуацией, держать вас в курсе. А пока что, до свидания.